Я вас всех приветствую. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня с вами я, Людмила Грачёва, и проведу такой небольшой ликбез, можно сказать, потому что это не углублённое знание, это то, с чего всё начинается в Инстаграме. И вы узнаете, как за три дня набрать 100 подписчиков в Инстаграм. Это проходит не сразу, как я говорила, но, тем не менее, такое имеет место быть, и я это расскажу на собственном опыте. Вот, ну, конечно же, вот такое красивое приветствие, как я раньше делала, на фотошопе, на музыкальных открытках и на всех остальных своих мероприятиях. И, смотрите, я немножко о себе, совсем немножко себе расскажу. И эта информация поможет поближе познакомиться вам со мной, если кто меня не знает. Кстати, поставьте, пожалуйста, нолик, кто со мной встречается на вебинаре впервые. Ну и кто нет, то единичку ставим. Вот, значит, нолик, если вы меня совсем не видели, нигде не слышали, не встречались, и единичку, если вы уже знаете обо мне много, не только в плане профессиональном, но и в личном. Я думаю, что немножко задержка идёт. Вы пока ставите свои отметки или не ставите, это тоже принимается, а я иду дальше. Да, вот, единички пошли. Спасибо большое за обратную связь. Вот, смотрите, значит, ну понятно, что я... Хорошо, да, я поняла, Алла, вас, что вы уже встречались со мной лично, но на мероприятии, которые я провожу, ещё не были. Вот. Из того, что я здесь написала, коротко, это совсем коротко, следует, что я уже бабушка, глубокая пенсионерка, так скажем, где-то у меня пенсионный стаж уже где-то лет 15, вот. Но, тем не менее, я не остановилась на том, что закончила свою работу, преподавательскую деятельность, и пошла дальше. Этот, как, вот этот поход за новыми знаниями начался не сразу, а постепенно я пришла к тому, что всё-таки интернет надо осваивать, а я вначале была очень против всех этих нововведений. Но всё равно жизнь доставила. Дальше, значит, я коуч, у меня уже и групповые, индивидуальные занятия коучинговые проходят. То, что я обучалась, это ясно, без обучения нет таких вещей, не происходит по взмаху палочки, и вселенная мне не может помочь, только я сама себе. Вот. И, естественно, я продолжаю обучаться, потому что мир интернета не стоит на месте. Нужно быть всегда на гребне волны, что называется. Ну, естественно, провожу марафоны, тренинги. Результаты получают практически все. У меня очень хорошая конверсия. Настраиваю ошибку, сделаю. Настраиваю воронки продаж. Это уже про Инстаграм я говорю. Есть команда, которую я обучаю всему тому, что умею сама. Это есть обученная леди фотошопа на компьютере, Инстаграм с нуля на компьютере. Как начать получать входящие в Инстаграм, это уже с телефона. И всё, что я здесь говорила, это малая частица того, что я уже умею, делаю и внедряю в свою практику. Вот. Следующий момент очень интересный. Почему же, вот, уже приступаем, вот, непосредственно к этой теме, как вот получить 100 подписчиков за 3 дня. Сами понимаете, я надеюсь, что вы понимаете, что, опять же, по взмаху волшебной палочки здесь ничего не происходит. Хаотичные знания там, сям и ещё где-то. Несмотря на то, что знания нам дают и возможности обучаться очень много, бесплатных причём, есть хорошее бесплатное обучение. Но, если вы всё-таки задумали развиваться в каком-то направлении, и вы доверяете, самое главное, да, доверяете человеку, к которому пришли обучаться, то нужно пройти его систему до конца, чтобы получить результаты. В моём предложении прозвучало слово «система». В любой сфере деятельности и в жизни должна быть заложена система. Если системы нет, никаких успехов не, начнём с чего, ни в личной жизни, ни в семейной жизни, ни в работе, ни вот в получении знаний в интернете. Если эта система лично ваша не отработана, никаких успехов нет. Что значит система? Мне нравится всё. Я в последнее время, мне уже пошли консультации, и вот на консультации обычно спрашиваешь, чем вы хотели бы заниматься. И буквально там три дня назад, нет, на прошлой неделе, женщина мне говорит, отвечает на вопрос, мне нравится всё. Но что значит всё? Весь мир нравится? Весь мир нравится не может. Любить весь мир тоже нельзя, не получается. Это визуальное представление, оно не соответствует действительности. Поэтому система, в чём система? Вы решили обучаться какой-то определённой вещи. Ну, например, вот сейчас у нас завершается тренинг. Это мой первый вебинар. Значит, Евгений дал нам систему, как прийти к тому, чтобы провести успешно первый вебинар. Но на пути к этому успешному проведению, кто проходит этот вебинар, видите, что сколько нужно сделать дополнительных шагов, чтобы получить результат. И вот в Инстаграме тоже существует определённая система. В чём она заключается? Я начну с того, что расскажу совсем коротко об отличиях Инстаграма от любой другой социальной сети, с которой мы волей-неволей сталкиваемся при любом обучении. Без социальных сетей у нас нет никакого движения. Вот. И какие отличия? Первое, самое главное отличие, это то, что Инстаграм – это визуальная социальная сеть. Что значит визуальная? Вот человек попадает на вашу страницу. Это вот я сделала скриншоты своей страницы в Инстаграме. И что он видит? Он видит здесь всё и сразу. Он видит, как меня зовут, чем я занимаюсь, что я продвигаю, чем я могу быть полезна этому человеку. Прочитав посты и зайдя в актуальные сторисы, он видит ещё дополнительную информацию. И обо мне, и о том, что я здесь даю своим подписчикам. То есть, всё в одном месте. И продвигать себя здесь, в первую очередь, свой бренд продвигаем. Да, свой бренд – это я. Бренд – это те вещи, которые полезны для вашего подписчика. Вызываем доверие подписчика к себе именно таким образом, когда даём полезную информацию. И когда он заходит на нашу страницу, он всё здесь может получить. Это самое главное отличие. И продвигаться здесь, продвигать себя и свой продукт, свои товары и услуги можно здесь бесплатно. И на первых порах это рекомендуют делать. Потому что, пройдя все эти пути, отработав свою систему, вы уже можете не только бесплатными методами, но и платными продвигать свои товары и услуги. И всё, что вы продвигаете, да, задумали. Только так. По-другому никак не получится. Если вам говорят, что можно это сделать быстро на раз, два, три, не получится. Почему? А потому что вы системы не знаете. Поэтому сначала отрабатываем систему. В Инстаграме. Система начинается вот с этого. Заходим на страницу, смотрим. Нравится? Подписываемся. Это первый такой шаг. А вот наверху была, вот на этом слайде, полностью картина, которая представляется человеку, когда он заходит на мой аккаунт. Это вид с компьютера. С телефона чуть по-другому. Принципы те же самые, но в уменьшенном таком варианте. И всё, как это, всё под рукой, да. Ну, там далеко нужно ходить туда. А на компьютере это намного проще и быстрее. Я всё начинала с компьютера, потом на телефон перешла. И вот здесь вот отдельные вырезки, да, показаны, что видит посетитель. Вот вторая, эта строчка, где опрос, любимый ТикТок, и так, и дальше играем. Июнь. Это уже актуальные в сториз. А внизу это наши посты. Картинки от постов. Вот они. В увеличенном виде я показала. Если мы нажимаем на одну из картинок, то мы попадаем уже на текстовый формат и читаем, что нам предлагают. На картинках есть надписи, которые помогают ориентироваться. Я полностью перестроилась в Инстаграме. Начинала я так же, как и все, не понимая, что делаем. Вот. У кого такое было, что пришёл, сделал что-то, картинки поставил, а дальше... А дальше ступор. А что дальше делать? У кого было такое? Напишите. Либо плюсики поставьте, что... Вот именно... У меня точно так было. Я Инстаграм завела давно. Не помню в каком году. Ну, скорее всего, где-то в 16-м. И он у меня так висел там 2-3-4 картинки. И только потом уже, когда было... Как это? Жареный петух клюнул. И нужно было... Нужно было перестраиваться в своём мышлении. Вот тогда пошли определённые действия. Вот. Вижу. Спасибо большое за обратную связь. Вот. Да, это вот... Это имеет место быть. Итак, с чего мы начинаем? Ну, я надеюсь... Думаю, что все зарегистрированы уже. Поэтому мы этот пункт полностью пропускаем. Дальше идёт продолжение следует. Зарегистрировались. Что мы продолжаем делать? А дальше мы оформлением занимаемся. Оформлением своей страницы. Так. Я сейчас зависаю, не знаю, что делать. Мысли в разлёт. Мысли в кучу собрать. Контент-план написать, исследовать. Единственное, что я могу сказать. И не распыляться. Это всё... Вот всё, что я сегодня говорю, это мой личный опыт. Поэтому если я это говорю вам, это значит, я через это прошла. Вот как только распыляюсь, мне нравится... Вот я как та женщина, которая была на прошлой неделе у меня на консультации. Мне нравится всё. И вот это всё меня очень долгое время в разные стороны водило. А теперь, когда я поняла, что мне Инстаграм нужен, только Инстаграм, в силу тех моментов, которые я выше уже озвучила, что это визуальная, социальная сеть, в которой всё представлено, вся информация на одной странице, на одном аккаунте. Заходишь и всё видишь. И только после этого я приняла решение, что я буду обучаться только у тех людей, которым я уже и доверяю, и уже получила у них результаты. Делаю то, что говорят. И всё. По-другому никак. А если то, что я озвучила раньше, ну что делать? Бывает, жизнь она такая. Итак, следующий пункт. Первый прошли, теперь оформление. Переходим к нему. И ещё не перешли. И будет завершение, где можно уже свою систему выработать. Вот к этому моменту, когда вы прошли все этапы, на пункте завершения у вас уже отработана своя система. Но вы не думаете, что это быстро проходит? Нет. На это нужно время. Мы все вкладываем сюда либо время, либо деньги. Время это бесплатно, что называется. Мы не оплачиваем. Ну, это бывает порой очень долго. Ну, безумно долго. Пошёл туда, получил там бесплатно, сам бесплатно. И потом пришёл всё равно к платному обучению. Вот. Ну, идём дальше, да. На завершающем этапе мы всё это, свою систему отработали. И когда мы систему отработали, мы только занимаемся продвижением. Это вот как раз иллюстрация, или же так относится вот к тому, что вот Елена написала, да, мысли в разлёт. Система не отработана, мысли в разлёт. Как только свою систему отработал, причём я всегда говорю, что мысли надо свои записывать в тетрадке. Где листочки шуршат. Можно в красивой тетрадке, в красивом блокноте. Ну, мне всё равно, я пишу на самых простых тетрадках, потому что они у меня очень быстро кончаются. Мысли в куче на листочке. Забыл что-то, листочек пролистал, с тетрад пролистал, посмотрел, вспомнил, сказал себе, ах, здесь-то у меня как раз и зависание. И пошли дальше. И каждую неделю производить, как это, чистку мозгов. Ну, это образно, конечно. Итак, пойдём дальше. Мы зарегистрировались, оформили всё. Будем сейчас оформлять, да? Оформили это в конце уже. Что значит оформили? Начинаем мы с того, о своё оформление. Это придумываем свой никнейм или имя. Это то имя в строке браузера, по которой вас будут находить ваши знакомые. Если вы это имя меняете, то всем знакомым даётся своё новое имя, потому как они уже не смогут вас найти, если они лично с вами не знакомы и не знают, чем вы занимаетесь. Ну, или сменили род деятельности в Инстаграме. Там менять можно через каждую неделю всё. Всё легко и быстро, всё наглядно. Итак, никнейм. Где оно находится? Вот здесь вот. Вот здесь. Вот у меня мой ник. Это Эл Грачёва первая. Почему первая? Потому что просто Эл Грачёва была занята. Пришлось цифру ввести. И оно очень простое и легко запоминается. Но к этому я тоже не сразу пришла. У меня их было очень много. Сейчас ужесточились правила в Инстаграме, что менять две вещи можно только один раз в две недели. А раньше, буквально там пару месяцев назад, это точно, можно всё это было менять легко и просто, быстро, каждый день и несколько раз на день. Что не было хорошо. Это расслабляло. Второе в оформлении – это аватарка. Аватарка – это вот эта картинка или ваша фотография, которая должна быть легко, как сказать, вы должны здесь быть видимыми. Ну вот я здесь в очках, не рекомендую в очках, но тем не менее, когда я фоткалась без очков, хотела сделать сюда и провела опрос у своих подписчиков, как вам нравится больше моё изображение в таком виде или в таком виде, то большинством голосов и большинством ответов я получила, что вот это изображение самое удачное. Там комментарии были интересные. Кому интересно, можете пройти на мой аккаунт и почитать. Вот. Значит, второе – это вот это изображение. И следующее в оформлении – это тема. Что значит тема? Смотрим. Вот тема прописана вот здесь. Моя тема, которую я продвигаю на этом аккаунте, у меня есть ещё один, там он у меня предполагается, что он будет продуктовый. Пока он не пойми какой, но интересный тоже. Вот. Значит, моя тема. Я обучаю, это обучение. Чему? Бизнес онлайн. И здесь я поставила своё имя, чтобы было легко людям ко мне обращаться. Эл Грачёв – это одно, а Людмила – это прям вот родное и близкое на русском языке. Это вот есть тема. Эту тему коротко формулируют для того, чтобы и по теме тоже можно было вас найти. И если ваш аккаунт хорошо в этом плане развит, красиво оформлен, полезную информацию даёте в текстовом виде и в виде видео, то в формате видео, то тогда всё в порядке. Тогда вас будут очень легко находить. Всё взаимосвязано. Улавливайте мысль. Всё здесь взаимосвязано. Следующая, значит, тему мы прописали. И дальше у нас идёт шапка профиля в оформлении. Это то, над чем надо работать, ну, практически каждый день. Почему? Потому что я развиваю бизнес онлайн и обучаю в этой области. Что я могу делать? Вот эту часть, шапку профиля, можно менять каждый день. Ну, это нерационально, конечно. Но бывает, когда проходишь обучение или новый этап где-то, ну, либо на марафоне, либо у блогера подсмотрел что-то, то начинаешь работать вот именно над этим блоком. Я сейчас позиционирую себя как консультант по продвижению. Здесь можно написать, и здесь же в онлайн-бизнесе не только по продвижению можно, да, и относительно Инстаграма, прям конкретно про Инстаграм, да, обучаю Инстаграму с нуля или с компьютера, что было у меня в начале. И вот этот блок, что он содержит в себе? Опять, да, кто я? Я консультант по продвижению. Что я могу дать? Научить, как за три дня набрать 100 подписчиков бесплатными методами. И третья составляющая вот этого блока, это дают ссылку активную, где можно либо получить подарок, да, какой-нибудь бесплатный. Заходите по этой ссылке, и там вас ждёт этот подарок. Либо ссылку даёте на любую социальную сеть, куда вы хотите перенаправить человека. Это не очень рационально, но тем не менее на начальном пути можно и нужно так делать. Можно на канал Ютуб, если он есть у вас. Желательно, чтобы там была какая-то информация, чтобы он был маломальски раскручен. Вот, и всё, оформление у нас готово. А теперь приступаем к продвижению. Как же мы будем продвигать всё то, что мы наметили? Ну, естественно, мы будем работать в этом направлении, да? Вот, будем, а как? Так, первое это, что бросается в глаза, хотя за три секунды человек может охватить всю информацию визуально, что находится на аккаунте. Значит, контент лента. Что это такое? А это вот все вот эти картиночки, которые у меня на аккаунте. Их можно вниз проскролить, прям там много их, и какое количество, можно посмотреть, сколько у меня их там. Прямо, когда входите на аккаунт, там всё видно. Вот это вот есть контент лента. Кроме фотографий или кроме картинок, нажав на любую картинку, вы попадаете на текстовую информацию. Либо, не только текст, там может быть и видео, и карусель, то есть много-много фотографий. Когда вот такой вот значок, да, то много фотографий. Когда нажимаете на это, у вас там стрелочка появляется, и туда идёте дальше. Дальше ещё есть дополнительная информация. Это очень, вот опять, да, плюсы такие вот инстаграмы прям вылезают по ходу моего рассказа. Вот кроме контента, в текстовом варианте, в картинках и в видео, можно увидеть сториз и актуальные сторизы, которые уже находятся в актуальном. Где это и что это? А это вот такая вот полосочка, где написано, что можно посмотреть. Здесь опросы, любимые, тикток, играем и так далее. Моя жизнь, если нажать на эту стрелку, там будет ещё информация, по-моему, там ещё отзывы учеников. Я свои отзывы убрала почему-то, а нет, у меня они на другом аккаунте по прохождению обучения. Но, тем не менее, ещё информация, она дополнительная бывает, так как вот эти актуальные, которые попали в актуальные сторизы, они живут 24 часа, то их можно ещё просматривать на аватарке. Вот, ну, это вот вторая часть, да. И третья часть, это прямые эфиры. Ну, прямые эфиры, это вещь вообще такая классная, где они отображаются. То есть я всё демонстрирую то, что это визуальная сеть. Заходишь на одну страницу и всё видишь. Но это надо знать, где посмотреть и как прочитать. А когда проводятся эфиры, то эфир тоже вот в этом кружочке, он приобретает совершенно другой вид. Вот, и плюсик здесь появляется, в этом, нажав на него, вы можете просмотреть прямой эфир. Прямой эфир здесь идёт до одного часа. Потом автоматически всё прекращается. Там даже планировать не надо времени, ничего, заходите и начинаете из своей комнаты вещать. Вот, значит, и где они? Они сохраняются вообще не только 24 часа, они висят в аватарке, а сохраняются, теперь автоматически сохраняются в ИГТВ. Что это такое? Это Инстаграм телевидения, да, что называется. Это аналог Ютуб-каналу, где сохраняются автоматически все ваши эфиры. Нажав на эту вкладку ИГТВ, у нас появляются все наши эфиры. Хотим мы того или не хотим, они попадают сюда. Кроме того, этот эфир, вот этот эфир, который мы провели, можно сразу же выложить... Так, вернёмся, сейчас покажу, куда можно выложить. Можно сразу выложить в пост. Вот сюда. А если посмотрите, вот здесь вот такой значок, вот этого ИГТВ. Маленький такой значок. Отличный от всех значков. Это у нас, где листаем, то есть где много фоток, а это эфир был. Или же сюда ещё можно закачивать свои видео, которые вы будете делать для продвижения своего товара или услуги, или что мы там будем делать. И обучение тоже записываем в видео, и сюда тоже можно помещать. И всё это, всё это, и видео, записанные на компьютере, помещенные сюда, и прямые эфиры, они все закачиваются автоматически в ИГТВ, канал ИГТВ. Это можно делать как с телефона, так и с компьютера. С компьютера только видео закачиваются. Естественно, что эфиры с компьютера никак не провести, нет такой комнаты. Вот это коротко, что нужно сделать, а что нужно сделать для того, чтобы вот именно получить всё то, о чём вы мечтаете. Не только 100 подписчиков за 3 дня, а ещё и больше. Но этому нужно, конечно, обучаться. Систему свою. Ну, дайте, пожалуйста, обратную связь, я вас не утомила. И готовы ли вы завершить мой рассказ, не устав и желая получить ещё интересные вещи? Поставьте, ну, плюсики поставьте, да, нас мало здесь. Поставьте плюс, напишите мне. Мне интересно можно написать. То есть, отметьте, чтобы я видела, что я вас не утомила. Так. Спасибо, Вера. Вижу, что интерес ещё не пропал. Ну, и здесь осталось совсем чуть-чуть. Вот. Когда и зачем развиваться в Инстаграм? Это вот как раз тот больной вопрос, который возникает у многих. И у меня тоже он возникал. У меня он возникал по той простой причине, что цели не было. Вообще, зачем он? Чё там? Я свои фотки, что ли, туда выкладывать? Неинтересно. Картинки, которые скачивать из Интаграма, ой, из этого, из интернета, неинтересно. А вот когда вот тогда всё сошлось в одну точку, звёзды сошлись, что называется, всё, толчок и иду дальше. Мне это интересно, я увидела большие выгоды в Инстаграме, хотя я начинала развиваться ВКонтакте. И ВКонтакте я тоже периодически что-то делаю, но не так много, как в Инстаграме. Всё своё внимание я, конечно же, кладу, вернее, оставляю в Инстаграме. Вот. Читаю. Мне всегда с вами интересно. А, со мной интересно. Спасибо большое, конечно. Вот. Но самое главное, чтобы ещё было интересно получать знания и применять их. Хотя, да, вот, опять же, есть много моментов, когда люди не идут дальше. и если на одном, ну, как, прошли одно обучение, второе, смотрите, следите за этим человеком, то есть за блогером. Все, кто приходят в Инстаграм, мы все блогеры. Мы ведём свой блог. Здесь на одной странице всё-всё показано. Я вся на виду. Вот. Ну, есть моменты, конечно, которые не надо выставлять на показ. У меня, правда, нет в жизни уже таких моментов. Вот. Я человек открытый. Вот. Но, тем не менее, существует такое, да, что если что-то в какой-то, в каком-то вопросе или в какой-то теме вам некомфортно, значит, у вас это не пойдёт. Не нужно пересиливать себя, да, ломать для того, чтобы вот, произвести такие действия, как вот мне это надо, я это буду делать. Лучше тогда психологические вот эти закорючки, крючки, их убрать, а потом идти дальше. Ну, так вот, вот этот вот вопрос. Когда и зачем развиваться в Инстаграм? Я не устаю повторять о том, что сейчас именно то время, когда нужно идти в Инстаграм. Почему? Не только в Инстаграм. Если не нравится Инстаграм, можно пойти в ВКонтакте. там тоже большие возможности и лучше, легче начинать там людям, которые только-только вообще приходят в Интернет. Вот. А почему, опять же, да, почему именно сейчас? Все социальные сети буквально, ну, не хочу сказать, ну, буквально месяца 3-4 назад они очень сильно поменялись. И у них нововведение, дух времени, да, веяние времени или же та обстановка, которая сложилась у нас в мире, она заставляет перестраиваться. Точно так же перестраивается и Интернет, в том числе все социальные сети и возможность общаться, возможность вызвать доверие. Именно с доверия начинается ваше партнерство. Партнерство бывает разное, но тем не менее, вот именно люди, которые идут за вами, не только в какую-то компанию они идут с вами, да, а именно следят за вами, наблюдают, как вы развиваетесь и в какой-то определенный момент вы подключаетесь к этому человеку, которому вы доверяете и начинаете производить те же самые действия, что и этот товарищ. Потому что вы видите, что плохому не научат, это первое, а есть развитие и есть система, самое главное, отработана система, у меня система завершена. И поэтому я вот так смело и, как сказать, без бумажки я рассказываю все то, что вы сегодня увидели и слышали. Поэтому развиваться и идти в инстаграм лучше сейчас, не откладывая, то есть долгий ящик. Я не говорю, что сей момент, но в настоящее время здесь и сейчас быть. и вот на этой картинке здесь как раз и практически все действия, которые нужно совершить, да, вот как нужно всего сделать три действия. Зарегистрироваться, оформить свой аккаунт и заниматься продвижением. И тогда вы за три дня получите сто подписчиков. Ну, вот так вот коротко я вам доложила. Как вам информация? Так. Как вам информация? Ну, здесь я опять же с вами прощаюсь до следующей встречи. Не уходите. Я хочу завершить таким образом. Нужно, если вам интересно, то можете подписаться на меня на все вот эти вещи, которые, то есть, на те социальные сети, которые здесь представлены. Здесь они не полные, а все полное вы можете получить, сейчас я вам брошу ссылку на то, что я обещала. Кто был на встрече, получайте ссылку на скачивание вот того, что я сейчас вам демонстрировала. То есть, в PDF-формате все здесь прописано.